Всем огромный привет! Я сегодня снова с радостью. Мне пришла посылка от девочки Ксюши, которая живет в Москве. Если честно, предысторию мне рассказывать уже неудобно, потому что она повторяется. Ксюша делала у меня заказ, я ей посылала игрушку, которую она заказала, и ей все понравилось. Так получилось, что сегодня мне Ксюша написала, что Свет, сходи на почту, тебя там ждет сюрприз. Сказать, что радости моей не было предела, конечно, это ничего не сказать. Но в то же время, правда, девчонки очень неловко, потому что подарков много, подарки классные, шикарные. И я их в любом случае не заслуживаю, потому что ничего для этого не делаю. Очень неудобно, конечно. Но с другой стороны, радость была огромной. Ксюша, огромное, огромное тебе спасибо. В посылке были даже мои хотелочки. То, чего я искала в свое время, не смогла найти. Всего два средства в посылке были те, которые я знаю. Остальные все незнакомые. Давайте я вам покажу, что же мне прислала эта замечательная девочка, что ко мне приехала из столицы. Сразу покажу первое то, что я именно хотела и искала. Ну, конечно, Ксюша этого не могла знать. У нас в городе не представлена вот эта линейка от Milk Sweet. Давно у девочек смотрю, когда они покупают такие вот средства. В свое время я даже смогла купить, но жидкое мыло. А вот крем-геля у меня не было. Теперь у меня он есть. Банановый рай называется. Аромат. Вы знаете, вот у меня у Максимки есть банановые детские средства. Очень вкусно-вкусно пахнет бананом. Вот этот крем-гель тоже пахнет вот этим каким-то детским вкусным бананом. Прям вот переспелым. Вот, наверное, в молоке правильно, как тут нарисовано. И настолько позитивная сама бутылочка, сам флакончик. Ну, просто супер. Я прямо на него все любовалась и пальчиками трогала. Ну, что он тут у меня в руках. Следующее средство я смогла уже полюбить. Оно у меня было. Это шампунь. Шампунь для блеска волос. Это от Ифраше. Классный шампунь. Очень мне нравится. Ой, он так вкусно пахнет еще. Ксюш, огромное спасибо. Вот этот шампунь я обожаю. Он подходит для всех типов и может использоваться даже часто. Каждый день. Вот такая прелесть. Следующему средству я почему-то так сильно обрадовалась. Я, конечно, очень люблю мыло. И жидкое, и для рук. Это было жидкое мыло от Натура Сибирики. Смягчающий крем мыло. Не знаю, почему-то у меня к Натура Сибирики какое-то такое особое отношение. Ну, не знаю, оно меня как-то радует, вдохновляет. Не знаю, вот прямо глаз всегда на ней останавливается. Даже вот на прилавке я подхожу часто, вот именно к этой линейке подхожу и смотрю. Перебираю что-то, иногда что-то покупаю. Приятный такой аромат. Но, знаете, вот тут очень интересный сбор, из чего он. Органический экстракт белой сосны входит лесной жасмин и зеленый чай. Меня так впечатлил вот сам состав. Как бы белая сосна, лесной жасмин. Я не знаю, как пахнет лесной жасмин и зеленый чай. Такой как бы вместе, несоединяемый. Но, тем не менее, аромат оригинальный, необычный такой. Я чувствую и жасмин, и в то же время чай зеленый. Такой, знаете, я бы сказала, специфический и интересный аромат. То есть, я такого вообще никогда не нюхала, если можно так сказать. Но вот я думаю, это мыло у меня не будет в запасах. Я его следующим поставлю, потому что настолько интересно попробовать его в действии. Вот как-то оно меня впечатлило. Спасибо тебе, Ксюша, огромное. Следующее. Это вообще для меня новинка. У меня есть, даже в запасах, есть гель для умывания. От Гималая Херблс. А тут увлажняющий крем для умывания. И он подходит для нормальной и сухой кожи. Зимой у меня кожа нормальная и сухая, а летом просто нормальная. В самую-самую жару на санцепёке, естественно, она становится местами в Т-зоне жирной. Но в целом она у меня склонная к сухости. Поэтому классное вот это, я думаю, будет средство для умывания. С алоэ вера и с огурцом. Не содержит мыло. Подходит для ежедневного ухода и очищения, увлажнения, питания. Мне вот понравилось. Люблю я всякие такие штучки, которыми можно умываться. Ну, тут плюс ещё большой объём. Тут, наверное, 150, да, 150 миллилитров. Хватит надолго. Давайте его понюхаем. Очень вкусно пахнет. Пахнет цветами. Не алоэ вера с огурцом, а вот какими-то очень вкусными парфюмированными цветами. Парфюмом даже, да. Ой, я так рада. Я ещё не отошла. Настолько прямо, как говорят, вот, знаете, упало на голову. Как снег на голову. Вот у меня сегодня посылка именно как снег на голову. Кто-то, наверное, думает, уже настолько привыкла. У меня там тропа на почту протоптана. Ну, тропа, да. Благодаря девочкам, их посылкам я протоптала. Но радость, вот прямо детский восторг какой-то. Я, наверное, в детстве мало подарков получала, потому что у меня просто, знаете, говорят, это... Щенячья радость. Вот я как такой радостный щенок повизгиваю от удовольствия. Следующее средство, давайте я вам покажу, это скраб для ног. Красивые ножки, как раз подходят именно на лето. Мохито лайм. Очень приятный, приятный аромат, свеженький. Такой светло-зелёный. Приятного цвета. Скрабов у меня для ног, кстати, в запасе нету. Один единственный, который я вот только-только купила вчера в Фаберлике. Так что у меня будет сразу всё в использовании. Так что Ксюша угадала. То, что надо, прислала. То, что можно сразу пользоваться. Так, давайте ещё кое-что покажу. Это мыло. Мыло для кухни. Обожаю у Фаберлик мыло для кухни. Этот идёт с цитрусовым ароматом. У меня оно не так давно закончилось. Сейчас стоит с яблочком. А теперь у меня будет снова с цитрусом. Классно? Я так рада. Очень люблю мыло для кухни. Если кто-то ещё не пользовался, не пробовал от Фаберлик. Оно классное. Вот реально классное и хорошее. Девчонки, ради этого мыла можно регистрироваться и покупать. Потому что оно того стоит. Жалко, конечно, мне закрывать. Может быть, мы вот так вот. И вот так вот сделаем. Немножко сердечко я лучше закрою. Сейчас мы вот так сделаем. Дальше. Из высоких пузырёчков ещё было вот такое средство. Это от Эйвен. Средство для снятия макияжа с глаз. Тоже у меня когда-то оно было. Мне оно нравится. Был период, когда я оценила мицеллярную воду. И все средства, которые вот такие кремовые, отставила в сторону. Прошу прощения за шум. Окна открыты, жарко. И там детки кричат на улице. Это не дома шум. Вот. И теперь у меня снова есть это средство. И я с удовольствием время от времени смываю макияж именно вот такими средствами. Далее. Был вот такой дезодорант от Эйфраше. Цветок хлопка Индии. От Эйфраше. У меня, наверное, всего однажды был дезодорант. Он мне понравился. По сути, это то, что я еще не тестировала. И то у меня был не такой. Так что это у меня впервые. Такое средство. Буду тестировать с огромным удовольствием. Я говорю, у меня почти вот из знакомых вот это жидкое мыло для кухни у меня. И вот от Эйвен пара средств. Все остальное для меня незнакомое, неизведанное. Даже следующее, что я покажу, у меня такого не было. Морошка Агафьи. Секреты сибирской травницы. Это морожка на сахаре. Скраб для тела. Гладкость и упругость кожи обещают. Входит масло дикой арктической морожки на коричневом сахаре с косточками малины. Вот как. Ни разу не брала я, если честно, скрабы от Агафьи. У меня все для волос больше. Я когда понюхала, мне так понравилось, как пахнет. Вот оно такое, знаете, как видно, как желе. Достаточно густое. И очень-очень приятно пахнет. Буду пользоваться с огромным удовольствием. Кстати, скрабов у меня в запасах не так и много. Так что угадала. В долгий ящик не положу. Ну, спрячу, конечно, немножко я его похраню в баночках. Подержу немножко, а потом достану. Ой, я такая радостная. Дальше покажу такие вкусняшки, которые я очень люблю. Но эти вкусняшки люблю не только я, но и у меня Максимка любит такие вещи. Первое с ароматом орхидея. Смотрите, какая красота. Прямо как будто ручная работа, да? Такую под старину сделана. Мне кажется, вообще вот эту вот коробочку можно потом сохранить и сделать из нее какую-нибудь открыточку даже. Реально интересная. Так, что это? Сейчас я вам расскажу. Это с ароматом орхидеи. В общем, соль для ванны. Где об этом написано? Ну, вот здесь написано, что это ароматическое пенящиеся средство для ванн. Арома каприз. Нежная пена искупает вас. В прекрасном цветочном аромате тщательно подобранная рецептура обеспечит смягчение и увлажнение кожи. Это я неплохо читаю. У меня зрение плохое. Давайте я вам покажу, как оно выглядит. Вот такое вот красивое сердечное. Прямо сердце. Приятный, приятный такой аромат. Красивое. Ой, Ксения, спасибо тебе огромное. Такая красота. Такое чудо. Прямо, не знаю, я так обрадовалась, когда увидела. И еще одно средство. Оно тоже такое, знаете, как мы говорим, мимишное. С ароматом розы. Это тоже средство для купания. В общем, это как бомбочка, да, шипучая. Только она вот таким вот кубиком. И с ароматом розы. У меня Макс это все дело обожает. Это, конечно, он к себе сразу заберет. Ну, в пустых баночках, конечно же, я расскажу, как оно. Как оно нам понравилось. Запускаем-то мы в любом случае вместе. Просто в ванной сидит он. А запускаем вместе мы такие средства. Дальше. Что же мне еще Ксюша прислала? Это еще не все. Сейчас начнутся мои любимые вкусняшки. Кто отгадает, что это будет? Да, это будет мыло. Мое любимое кусковое мыло. Это вообще... Надо же, кто почему радовался. Да, Свите, нужно мыло кусковое. Первый кусочек отдав. Аромат, конечно, очень вкусный. Гранатовый. Прямо через коробочку ощущается. Это вот большие кусочки отдав. Молодцы тем, что они делают два веса. Вот одно 135 грамм. И другое не помню. Не помню какое, если честно. Но поменьше кусочки. Второе. Это вот большое. А большие я люблю. Спасибо тебе, Ксень. Огромное. Так, сейчас я вот так вот поставлю, чтобы было все видно. О, как мы построили. Следующая мыльца для Максимки больше подходит. Но я ему не отдам. Джонсонс Бэби. Это мыло смягчающее с экстрактом папайи. Знаете, как оно вкусно пахнет? Это вообще просто бесподобно. Прямо вот чисто папайи. Даже вот если есть мыла, в которых отдушка мыльная все равно присутствует, то тут прямо чистая папайя. Очень вкусно. Ой. Загляденье прямо. Сюда поставим, чтобы было видно. Мою папайю. Следующее мыло. Одно, Ксюша говорит, привезла из Туниса. Да? А второе из Турции. Надеюсь, я ничего не перепутала. Первое вот такое красивенное с верблюдом. Ой, вообще. Я уж его и понюхала, и всяко. Но, знаете, пахнет. Вот натуральные мыла, они пахнут вообще таким хозяйственным мылом. Но сам факт, что оно вот откуда-то из-за границы, что оно натуральное. Это же такая красотень. Может открыть? Давайте откроем. Давайте я хоть что-то открою в своей жизни. Сейчас мы распакуем его. Давайте я от камеры-то уберу. Вы знаете, у нас солнце то заходит, то выходит, и то пасмурно, то светло. И поэтому, если будет темновато где-то в ролике, вы уж меня простите. А свет включу, будет желтый такой оттенок. Я думаю, будет видно все равно. Вот я открыла. Просто я увидела, что коробочка вот здесь вот сбоку открывается. А там бумажка. Вот оно какое, посмотрите. Черное. Не зря открывали. Ой, какое интересное. И такой запах интересный. Вот прямо как хозяйственное натуральное мыло. Ой, интересно, в общем, буду пользоваться. Нюхать буду. Сначала нюхать. А потом буду когда-нибудь пользоваться. Такая красота. Мне нравится. Следующее мыло, это оливковое мыло. Вот так тут прямо интересно оформлено. Молодцы, вот иностранцы. Так оформляют, что туристам сложно не купить. Вот так оно все выглядит красиво. Тоже пахнет мылом, без всяких аромодобавок. Но потому что натуральное. Оно этим и ценно. Что натуральные ароматы. И когда моешься им, то действительно оно работает уже по-настоящему. Дальше. Дальше самое интересное. Наверное, все ждут ластики. Кто ластики ждет? Ага. Я жду. Да? Девочки, мальчики, вы посмотрите, какое чудо приехало Максимке. Такая прелесть. Такое чудо. Самого Максимки дома еще нет. Он даже не видел. Он к бабушке. Он по среду у меня ходит к бабушке. Так что он только вечером вернется и увидит, какая красота к нему приехала. Ладно разноцветные. Они прям вот как конфетки. Они еще такие тяжеленькие. Прям вот увесистые. Классно. Ксюша переживала, что у нас уже будет это в коллекции. То, что она прислала. Нет, Ксюш. Такого у нас нет. Так что наша коллекция снова пополнилась такой красотой. Следующий, хотел сказать, кусочек. Следующий ластик. Правда, как кусочек мыльца. Такой кругленький. Интересный. Очень классно упакованный. Ой, я не могу. Мне так нравится. Я сама это все прямо трогаю. Так перебираю. Настолько это интересно. Настолько это классно. Я прямо в детство. Вот я по новой переживаю детство вместе с Максимкой. Ну и следующие ластики. Это вообще такая красота. Вы только посмотрите. Вообще сов. Очень мало кто не ровно, как это сказать, равнодушен к совам. Многие даже коллекционируют сов. Посмотрите, какие две красавицы. Такие прямо милые, хорошенькие. Вот такие вот две девочки. Прям видно, да, что это девочки? А может быть мальчик с девочкой. Вот этот влюбленный мальчик смотрит вот на эту девочку. Ой, вообще. Так бы и смотрела на них. Давайте вот так их поставим. Вот такая красота. Сейчас будет дождь. Совсем потемнело. Пока вы еще чуть-чуть видите, я вам покажу последнее. Вот такая красота. И это не письмо. Этот конвертик магнитик. Он отправляется жить на холодильник на наш. С другими магнитиками. Он мне понравился тем, что здесь написано, что это с любовью из Москвы. И это правда. Спасибо тебе, Ксюша, огромное. Огромное-огромное спасибо. Настолько приятно, настолько классно. Настолько это вот, я не знаю, праздник. Вот реальный праздник получается, когда приходят такие сюрпризы неожиданные. Когда не ждешь, и вдруг прям вот такое прям большое-большое сердце из посылки выпрыгивает на тебя. Выпрыгнуло не только сердце. Выпрыгнул вот такой большущий конверт. Там самое-самое настоящее письмо. И посмотрите, этот конверт весь в сердечках. И это действительно так. Потому что без любви, без большого человеческого сердца разве можно взять и так вот собрать просто посылку малознакомому человеку. Ну пусть канал нравится, пусть нравится, как человек говорит. Но побуждение все равно взять и отправить вот такое количество подарков, которые ты покупаешь за свои деньги, которые ты прилагаешь усилия, чтобы это все еще и найти, купить, еще это все сложить в посылку, отстоять очередь на почте. Но это нужно действительно очень щедрое сердце. И насколько я знаю, Ксюша и учится, и у нее действительно очень такой загруженный график. Спасибо тебе, моя хорошая. Огромное-огромное тебе спасибо. У Ксюши нет канала, но я знаю, что она... Ну, возможно, она будет все-таки снимать тоже ролики, потому что ей это очень интересно. Поэтому, Ксюш, попробуй. Попробуй. Я думаю, у тебя тоже получится, и из тебя выйдет хороший блогер. Тем более, у тебя любовь ко всему вот этому, к бьюти, ко всей бьюти-радости, которую мы испытываем. Поэтому и снимаем ролики с нашими вот мылами, кремами, маслами. Спасибо всем, кто был со мной. На канал Ксюши пока не дам ссылку, потому что у нее как такового канала нет. Но она у меня есть в друзьях ВКонтакте. И надеюсь, у нее скоро будет свой канал. Спасибо, моя хорошая. Спасибо всем, кто был со мной, с нами. Со мной и Ксюше, потому что ее сердечко тоже здесь. И всем пока, до новых встреч.